Друзья мои, я рада приветствовать вас на канале Вязание и Я. Меня зовут Юлия. И в сегодняшнем видео я представляю вашему вниманию мастер-класс по вязанию вот такого замечательного ажура. Великолепный ажур, который может быть использован при вязании изделий весеннего и летнего гардероба, например, туник или летних топов. Великолепно он выглядит, хорошо очень вяжется, узор запоминается. Сочетание данного узора было представлено в журнале МОД. Номер я вам не скажу. Мастер-класс я этот снимаю по просьбе одной из моих подписчиц, которая столкнулась со сложностями в чтении схем и я пообещала помочь ей в данном вопросе. Более того, этот узор понравился мне самой. Я обязательно думаю, что использую его когда-либо в вязании своих изделий. И предлагаю вам связать вот такой вот великолепный ажур. Я сейчас покажу вам схему, фотографию, каким образом может выглядеть сочетание данных узоров в полотне. Фотография не моя, не моего изделия. Она взята на форуме в стране МАМ. Я вам сейчас ее представлю. Я, к сожалению, не знаю автора, но узор действительно великолепный. Посмотрите, он прекрасно будет выглядеть в вязании тонкими спицами. Особенно, если это будет вискоза, это будет не спадающее прекрасное полотно. Вот, я отвязала три рапорта вверх. Кому интересен данный узор и мастер-класс, оставайтесь со мной. Итак, представленный мною узор выполнен из трех узоров. Данные схемы вы сейчас можете видеть на своих экранах. Кому нужны только схемы, остановитесь, сделайте стоп-кадр и распечатайте данные схемы со скриншота. Кому нужны дополнительные объяснения, пожалуйста, оставайтесь со мной. Итак, у нас образец связан из 35 петель. Каким образом? Первый узор состоит, рапорт узора состоит из 19 петель, второй 10 петель и третий 4 петли, плюс 2 кромочные, итого 35 петель. Я буду работать спицами номер 2. И начинать я буду с верхней схемы. То есть, я буду сейчас вывязывать 10 петель раппорта. Начнем это делать с вами вместе. Итак, условных обозначений нет. Слушайте меня внимательно и вам станет все понятно. Итак, первый элемент на схеме это две петли вместе с наклоном влево. Итак, первую петлю я снимаю, это кромочная петля. Далее, две петли вместе с наклоном влево. Я вяжу две петли вместе за заднюю стенку. Обратите внимание, за заднюю стеночку. Раз, провязали. Далее, двойной накид. Видите, два. Раз, два. Я обвела спицу дважды ниткой. Далее, этот элемент означает скрещенная лицевая петля. Мы вяжем скрещенную лицевую петлю за переднюю стенку. Вот таким образом. Петельку скрещенной я вяжу. Раз. Далее, изнаночная петля. Изнаночная петля. Еще одна лицевая скрещенная. Лицевая скрещенная за переднюю стенку. Еще одна изнаночная петля. Еще одна лицевая скрещенная за переднюю стенку. Изнаночная петля. И две петли вместе с наклоном вправо. Я произвожу вывязывание двух петель вместе за передние стенки петли. За передние стенки подхватываем и вывязываем. Первый раппорт узора. Первый ряд закончен. Я перехожу к вывязыванию второго узора, который состоит из четырех петель. Итак, я вяжу две лицевые петли. Накид и две петли вместе с наклоном влево. Вяжем вместе. Две лицевые петли. Как при обычном вязании, они не скрещенные петли. То есть, за заднюю стенку. Две лицевые петли. Накид и две петли вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки. Далее я перехожу к вывязыванию первого ряда третьей схемы. Начинается у нас с двух петель вместе с наклоном влево. Две петли вместе с наклоном влево я провязываю за задние стенки. За задние стенки. Далее. Два накида. Два накида. Два раза я обвела спицу пряжей. И вяжу сейчас 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. У нас получается с вами 3 скрещенные петли лицевые и 3 изнаночные петли. Вяжем вместе. Лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Далее на схеме у нас с вами идет элемент, который вяжется 3 петли вместе лицевой. Его провязывать можно по-разному. я буду это вывязывать следующим образом я снимаю одну петельку как при лицевом вязание одну петельку я сняла провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо то есть за передние стенки за передние стенки и снятую петлю я продеваю провязанную только что вот таким образом далее у нас 1 изнаночная скрещенная петля лицевая изнаночная скрещенной а лицевая изнаночная скрещенная лицевая начинаем с изнаночной так же у нас получается с вами 3 изнаночные петли и 3 лицевые скрещенные и так 1 изнаночная петля, 1 лицевая скрещенная вяжется за передние стенки, 1 изнаночная петля, лицевая скрещенная за передние стенки, изнаночная петля, лицевая скрещенная за передние стенки. двойной накид 1 2 и 2 петли вместе с наклоном вправо я вижу две петли вместе за передние стенки лицевой петлей за передние стенки и последнюю петлю кромочную я провязываю изнаночной петлей первый ряд раппорта узора связан и так второй ряд узора мы начинаем у нас с вами сейчас будет вязаться 1 3 схема 3 схема начинаем читать мою с левой стороны первую петлю мы снимаем кромочную не провязывая далее у нас с вами 2 вместе изнаночной петлей с наклоном вправо вяжем с вами 2 вместе за передней стенке 2 вместе далее у нас с вами изнаночная скрещенная петля изнаночную скрещена необходимо захватывать петлю сзади смотрите накид это был накид предыдущего ряда я захватываю сзади и провязываю изнаночной петлей следующие двойной накид 1 2 далее у нас с вами изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная вяжем изнаночная скрещенная она свяжется за заднюю стеночку смотрите я сзади захватываю петельку вот она провязываю изнаночной петлей, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, еще раз изнаночная скрещенная, за заднюю стеночку подхватываем, мы связали с вами изнаночную скрещенную, далее 3 петли вместе изнаночной, я снимаю сейчас первую петлю, я провязываю 2 вместе изнаночной и в снятую петлю я протягиваю провязанную, вот так, таким образом, далее у нас с вами изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, заканчиваем изнаночной скрещенной, поехали, изнаночная за заднюю стеночку, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая и изнаночная скрещенная за заднюю стеночку двойной накид далее обратите внимание у нас лицевая скрещенная петля мы сделали двойной накид лицевая скрещенная петля я провязываю петлю накид наш предыдущего ряда лицевой петлей то есть хватаю за заднюю стенку раз вот так и далее у нас с вами две петли вместе изнаночной с наклоном влево я захватываю сзади 2 петельки сзади и провязываю за задние стеночки получается 2 петли вместе изнаночными так так у нас закончился с вами ряд далее у нас с вами схема номер два мы вяжем 2 изнаночные петли накид и 2 вместе изнаночной вяжем 2 изнаночные петли 1 2 накид и 2 вместе изнаночной и мы приходим к первой схеме нашей второй ряд читаем слева у нас с вами две петли вместе изнаночной провязываем две петли вместе изнаночной изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночной скрещены мы за заднюю стеночку изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая далее 1 лицевая скрещенная и так вяжем лицевую скрещенную двойной накид 1 2 опять лицевая скрещенная я провязываю накид предыдущего ряда за заднюю стеночку лицевой скрещенной петлей далее у нас с вами 2 петли вместе изнаночной 2 петли вместе изнаночной и кромочная работу разворачиваем вяжем с вами следующий лицевой ряд у нас с вами схема номер один третий ряд начинается 2 петли вместе с наклоном влево 1 кромочную петлю мы снимаем 2 петли вместе с наклоном влево 2 петли вместе с наклоном влево 1 далее изнаночная петля и лицевая скрещенная изнаночная петля и лицевая скрещенная у нас будет вязаться за заднюю стенку накид провязывается за заднюю стеночку лицевой петлей далее у нас двойной накид двойной накид далее лицевая скрещенная петля изнаночная петля лицевая скрещенная петля за переднюю стеночку изнаночная петля 2 петли вместе с наклоном вправо я вижу две петли вместе лицевой за передние стеночки мы переходим к второй схеме и мы вяжем вновь первый ряд с вами 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном вправо вяжем 2 лицевые накид 2 вместе с наклоном вправо за передние стенки далее мы переходим с вами к вязанию 3 схемы 3 ряд лицевой у нас две петли вместе с наклоном влево вяжем 2 петли вместе с наклоном влево за задние стеночки изнаночная петля и лицевая скрещенная изнаночная петля и лицевая скрещенная то есть я провязываю накид предыдущего ряда за заднюю стенку лицевой петлей вот так двойной накид далее лицевая скрещенная лицевую скрещенную я провязываю за переднюю стеночку так изнаночная петля лицевая скрещенная изнаночная изнаночная петля лицевая скрещенная за переднюю стеночку и изнаночная петля 3 петли вместе лицевой первую петельку я снимаю как при лицевом вязание я провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за передние стеночки и из снятую петлю я протягиваю провязанную петлю вот таким образом далее у нас с вами изнаночная петля изнаночная лицевая скрещенная за переднюю стеночку изнаночная лицевая скрещенная изнаночная изнаночная петля изнаночная петля изнаночная петля изнаночная петля вот таким образом кромочную петлю я провязываю изнаночной вот так так что у нас с вами получается на сами получается очень красивый край обратите внимание он не ровный край он идет у нас волно образную мы переходим к вывязыванию четвертого ряда схема номер три вот она четвертый ряд читаем слева так у нас с вами 2 петли вместе изнаночной первую петлю я снимаю 2 петли вместе изнаночной так далее изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная изнаночная скрещенная нас вяжется за заднюю стеночку изнаночная скрещенная лицевая и изнаночная скрещенная то есть я накид буду вязать за заднюю стенку изнаночной петлей вот таким образом далее двойной накид и опять изнаночная скрещенная двойной накид и изнаночная скрещенная за заднюю стеночку есть следующие лицевая изнаночная скрещенная лицевая и изнаночная скрещенная за заднюю стеночку изнаночную петлю 3 петли вместе первую петлю я снимаю провязываю изнаночной петлей 2 вместе за передние стенки и и снятую петлю я протягиваю провязанную петлю вот так далее изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная изнаночная скрещенная за заднюю стеночку лицевая и изнаночная скрещенная вот так двойной накид изнаночная скрещенная двойной накид изнаночная скрещенная то есть я вижу накид предыдущего ряда за заднюю стенку обратите внимание захватывать петельку сзади сзади подхватила и провязываю его изнаночной петлей далее лицевая петля изнаночная скрещенная лицевая петля и изнаночная скрещенная за заднюю стеночку так далее 2 петли вместе изнаночной 2 петли вместе изнаночной за передней стенке далее мы переходим к вязанию второго ряда схемы номер 2 мы вяжем 2 изнаночные накид 2 петли вместе изнаночной далее мы переходим к четвертому ряду схемы номер один вяжем 2 петли вместе изнаночной изнаночная скрещенная 2 петли вместе изнаночной изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная вяжется за заднюю стенку вот так двойной накид и изнаночная скрещенная двойной накид изнаночная скрещенная я провязываю за заднюю стеночку подхват сзади петли идет у меня подхват задней перед работой и провязываю изнаночной петлей далее лицевая петля изнаночная скрещенная лицевая петля изнаночная скрещена так 2 петли вместе изнаночной петлей 2 петли вместе изнаночной петлей и последнюю петлю кромочную я провязываю изнаночной работу разворачиваем вяжем 5 лицевой ряд первая схема 2 петли вместе с наклоном влево первую петлю я снимаю провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 петли вместе изнаночная лицевая скрещенная изнаночная изнаночная лицевая скрещенная за переднюю стенку и изнаночная и изнаночная лицевая скрещенная двойной накид лицевая скрещенная провязываю за заднюю стенку накид наш предыдущего ряда лицевая скрещенную далее двойной накид двойной накид лицевая скрещенная и изнаночная лицевая скрещенная за переднюю стеночку изнаночная 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки 2 петли вместе с наклоном вправо за передние стенки вот так далее у нас вами схема номер два первый ряд 2 лицевые накид 2 вместе лицевой 2 петли вместе 2 лицевые 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки вот так далее схема номер три пятый ряд 2 петли вместе с наклоном влево изнаночная 2 петли вместе с наклоном влево за задние стеночки изнаночная петля лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная лицевая скрещенная за переднюю стенку изнаночная и лицевая скрещенная я провязываю за заднюю стенку лицевой петлей вот так далее двойной накид лицевая скрещенная двойной накид лицевая скрещенная за переднюю стенку изнаночная и 3 вместе изнаночная и 3 вместе я первую снимаю петельку провязываю 2 петли вместе лицевой за передние стенки и в снятую петлю я продеваю только что провязанную петлю далее у нас изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная за переднюю стеночку двойной накид лицевая скрещенная я вяжу накид предыдущего ряда за заднюю стенку лицевой петлей вот таким образом далее изнаночная лицевая скрещенная изнаночная петля лицевая скрещенная за переднюю стенку вот изнаночная лицевая скрещенная изнаночная 2 петли вместе с наклоном вправо за передние стенки и кромочная петля провязывается изнаночной петлей пятый ряд связан шестой ряд изнаночный мы начинаем работать со схемы номер три вяжем две петли вместе изнаночной первую снимаем 2 петли вместе изнаночной так изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная изнаночная скрещенная за заднюю стеночку вяжется лицевая изнаночная скрещенная за заднюю стеночку лицевая изнаночная скрещенная смотрите внимательно что я делаю я провязываю накид предыдущего ряда за заднюю стенку сзади подхват петли изнаночной петлей вот так двойной накид изнаночная скрещенная двойной накид изнаночная скрещенная 3 петли вместе изнаночная первую петлю я снимаю провязываю изнаночной 2 вместе и снятую петлю я продеваю провязанную вот так далее изнаночная скрещенная двойной накид изнаночная скрещенная я вяжу за заднюю стеночку подхват петли так двойной накид двойной накид изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая и еще одна изнаночная скрещенная вот так далее 2 петли вместе изнаночной 2 петли вместе изнаночной далее у нас схема номер два второй ряд 2 изнаночные накид 2 петли вместе изнаночной 2 изнаночные накид 2 петли вместе изнаночной так далее у нас с вами шестой ряд схемы номер один 2 петли вместе изнаночной 2 петли вместе изнаночной далее изнаночная скрещенная двойной накид за заднюю стеночку двойной накид изнаночная скрещенная двойной накид изнаночная скрещенная за заднюю стеночку я провязываю вот так лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, и две петли вместе изнаночной и две петли вместе изнаночной кромочная провязывается изнаночной петлей далее мы с вами вяжем 7 ряд 7 ряд схемы номер один лицевой ряд начинается у нас с двух петель вместе с наклоном влево изнаночная первую петлю я снимаю 2 петли вместе с наклоном влево лицевой петлей с наклоном влево изнаночная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная так лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная я вяжу за заднюю стеночку лицевой петлей лицевая скрещенная двойной накид и 2 петли вместе с наклоном вправо далее у нас схема номер два лицевой ряд вяжется 2 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо 2 лицевые накид 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо за передние стеночки вот так далее у нас схема номер три седьмой ряд лицевой мы вяжем 2 петли вместе с наклоном влево 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо изнаночная петля изнаночная лицевая скрещенная за переднюю стеночку далее изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная за заднюю стеночку вот далее двойной накид 3 петли вместе лицевой двойной накид 3 петли вместе лицевой я снимаю первую петлю я провязываю 2 петли вместе лицевой за передние стенки и продеваю в снятую петлю провязанные так далее двойной накид и лицевая скрещенная двойной накид лицевая скрещенная за заднюю стеночку провязываю лицевой петлей изнаночная петля лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная изнаночная лицевая скрещенная за переднюю стенку изнаночная лицевая скрещенная за переднюю стенку изнаночная и 2 петли вместе с наклоном вправо за передние стенки далее кромочная петля провязывается изнаночной вот что у нас с вами получается друзья мои двигаемся дальше восьмой ряд и мы начинаем работать восьмой ряд схема номер три вяжем с крещеная петля кромочную снимаем изнаночная скрещенная петля лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая петля далее 3 изнаночные скрещенные сзади подхватываю провязываю первую изнаночную скрещенную вторую изнаночную скрещенную и третью провязываю тоже за заднюю петельку за заднюю стеночку изнаночной петли вот три изнаночные скрещены далее лицевая петля теперь через 1 лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая заканчиваем изнаночной скрещенной всего у нас должно сейчас получится 4 изнаночные скрещенные петли вяжем изнаночная скрещенная первая лицевая изнаночная скрещенная 2 лицевая 3 изнаночная скрещенная лицевая и четвертая изнаночная скрещенная петля так далее мы вяжем схему номер 2 2 изнаночный ряд 2 изнаночные петли накид 2 изнаночные петли 1 2 накид 2 вместе изнаночные далее схема номер 1 8 ряд здесь у нас тоже с вами идут изнаночные скрещенные 2 петли 2 петли изнаночной скрещенной за заднюю стеночку далее за заднюю стеночку 2 изнаночная скрещенная петля 2 далее лицевая петля изнаночная скрещенная лицевая и через одну чередуем до получается у нас с вами 1 2 3 4 изнаночные скрещенные и так лицевая петля изнаночная скрещенная 1 лицевая петля изнаночная скрещенная 2 лицевая петля изнаночная скрещенная 3 лицевая петля и изнаночная скрещенная четвертая изнаночная кромочная так раппорт связан далее мы начинаем повторять узор с первого ряда каждой схемы и